Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. У нас сейчас насчитывание идет Нового Завета, номер 38. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 17 стих. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Толкование. Если бы дело проповеди не было возложено на меня, а совершал я, а он и я сам от себя, то я имел бы великую и многую награду. Видите, как разница нет. Когда я говорю, что у меня никакого образования нет, я не священник, кто другое. Какое тут тщеславие, это я сказал. А они не понимают, что я попадаю под это, что здесь написано. Я рабочий, строитель, печник, сторож, что другое. Они начинают меня обзывать всячески. Они как бы миссионерский отдел, грубейшие, совершенно защерствевшие в этом. И не понимают. Они поставлены с вас и спросятся. Вы делаете за зарплату. Я за 54 года непрерывного свидетельства по поездам, по самолетам, по кораблям, по всему миру не получил ни одной копейки, ни одного цента. А вы живете этим, питаетесь. И говорите это так, что барабаните, а до сердца людей-то не достаете. Куда ткнут, туда и побежите. То и будете делать, того кусать. У нас сестра стоит на улице, который год не запускает в храм Московской Патриархии, где проходной двор. Там вообще никогда никто не наблюдает. Но за то, что со мной только знаются. Значит, чего-то мы знаем, что для них смертельным является. И митрополит говорит, что же это делать и не пускайте. Но дальше ничего не идет. Патриарх может? Не может. Это система. Они тайно из-за угла убьют ее там. Где? Село Клочкири, Брихинского района, Алтайского края. Переехала туда наша сестра Нина Жолмерова, Нина Александровна. И стоит на улице, на морозе. Валенки протаивает до земли. Стоит в жару. И такое было где-то. За 2000 лет нигде не было. То есть все у нас уникальное. Значит, то, что мы делаем, это чего-то стоит. Если такая ненависть, чисто в дьявола превращается человек. И вместо того, чтобы его наказать, там, Игорь, его звали Чернодаров или Чернодыров, там, а теперь он уже там спиридон какой-то. Ну, то есть идет игра. То есть безбожество. Дальше. Если же оно возложено на меня, очевидно, я совершаю оное не сам по себе, но делаю по воле владыки. Это значит недобровольно. Посему дело это не заслуживает чести, ибо я исполняю только веренное мне служение. Примечаю следующее. Не сказал, если делаю недобровольно, то не буду иметь награды, чтобы показать, что он получит награду, и за проповедь, хотя в всем случае поступаю по воле владыки. Ибо не сообразно было бы с правдой, если бы все апостолы и получили награду за проповедание. Только не такую, какую получит проповедующий безвозмездно. 1 Коринфянам 9 глава 18 стих. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Толкование блаженного фифилакта. То есть, для меня большая и достохвальная награда в том, чтобы не пользоваться мне властью брать, не пользоваться совершенно, ибо слово «пользуясь», которое в иных случаях означает злоупотребление, употребил здесь в значении пользования вообще. Внимание везде называют властью, чтобы показать, что и те, которые брали, нисколько не погрешали. Сказал в благовествовании, чтобы показать, что кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. То есть, не за заказные молебны, не за то, что отпевает покойников, требы. Благовествует, остальных кормить не надо. Нет проповеди, ничего и нет. Уйди, работай на стройке народного хозяйства. Вот это место-то вообще православные никак, никогда, ни монахи, никто не брали. Оно противное им. Комментарий Игнатия Лапкина. Согласно этих слов, толкования блаженного феофилакта, сегодняшние священнослужители, не проповедующие Слово Божие, обречены на голодную смерть. Кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. Вот и все. 1 Коринфянам 9 глава 19 стих. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Толкование. Говорите еще большее. Я не только не брал, хотя имел власть, но и будучи свободен, не будучи никому подчинен, без постороннего побуждения, сам поработил себя всем, ни одному и ни двум, но вселенной, не для того, чтобы угождать всем лестью, но чтобы больше приобрести верующих, ибо приобрести всех невозможно. Вот абсолютно все могу брать к себе. Священник пишет, говорит, а когда считаете места, я никому не могу обратить, только к вам. Почему? Дело Божье, дело благодати, дело страдания. Спроси, кто за проповедь страдал из сегодняшних священников? За Слово Божие. Не за политические, только укоры друг друга или правителей. За проповедь, и покажи результаты. 1 Коринфянам, 9 глава, 20 стих. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Толкование. Например, когда обрезал Тимофея, деяние, 16 глава, 3 стих. Не сказал иудей, но как иудей, чтобы показать, что дело это было с особенной целью. 1 Коринфянам, 9 глава, 21 стих. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Толкование. Разумение празелитов и тех из иудеев, которые уверовали, но еще держались закона. Было это тогда, когда он остриг голову. Деяние, 18 глава, 18 стих. Когда принес жертву по обряду очищения. Деяние, 21 глава, 26 стих. Делай же это с особенной целью и для видимости, чтобы исправить тех, которые делали это по убеждению. Под беззаконными, разумеет, или тех, которые не имели закона Моисеева, которые обратились из язычников, каков был Корнилий. Деяние, глава, 10. И посещая которых, Павел снисходил к их слабости. Или и греков, которым тоже применялся, например, когда держал речь перед афинянами. То есть начал ее с жертвенника, бывшего у них, и учил о христе не как о Боге, но как о человеке. Деяние, 17 глава, 22, 23 и 31 стих. Ибо ничего такого они не могли понять, но и его почли за одного из богов своих. Каковы в них были? Геркулес, Эскулап. Везде прибавлено слово «как». Дабы ты знал, что Павел только казался, а на самом деле не был таким. Дабы не подумали, что Павел в беседах с чуждами закона переменял свой образ мыслей и говорит, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу. То есть, имея закон, высший древнего закона, закон Христов. И для чего же? Для того, чтобы приобрести чуждых закона. 1 Коринфянам, 9 глава, 22 стих. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вот это вот, я никого еще не встречал, чтобы он такой был. Вот так вот. Насколько это трудно. А мне это было дано с первого дня. Для всех сделался всем. И поэтому не хватает молиться, нельзя с юридиками, да я и не молился. Ну, как же рядом? То есть, я на их юридические слова буду говорить «Аминь». Они не понимают ничего. Толкование. Так и теперь для вас по причине нетвердости вашей в убеждениях и удобопреклонности к соблазну я не захотел питаться на ваш счет. Да и в тех случаях, когда он по немощи слушателей не говорит ясно о божественности сына или о божественности духа, знай, что он становится для немощных, как немощный. И что перечислять? Многое. Я ко всем применялся. Хотя я не надеялся спасти всех, но желал спасти хотя немногих. А это еще более удивительно. Но трудиться до несниможения ради немногих великое дело. Прибавил, по крайней мере, чтобы утешить учителей. Ибо хотя никто не спасет всех, но немногих без сомнения спасет, потому не должно оставаться в бездействии. 1 Коринфянам 9 глава 23 стих. «Все я же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Толкование. Благовестием называют верующих, которые спасаются через благовестие. Как я выше сказал, от благовестия жить, то есть от верующих. Я, говорит, поступаю так для того, чтобы мне вместе с верующими быть соучастником в венцах. Говорит так не потому, будто делал это из-за награды, но для того, чтобы убедить их делать все для братьев, в надежде получить благо небесное. Заметь, смиренно мудрый апостол, достойный первенства, он в участии в благах поставляет себя наряду с верующими вообще. Комментарий Игнатия Лапкина. Кто из верующих слышал эти слова от своих пастырей, что они спасаются через благовестие? А если нет благовестия, то, следовательно, нет и спасения. Найдет ли Господь верующих на Руси, когда явится во второй раз? Если спросить православного, как он обратился к Богу, кто может сказать, что он обратился через благовестие? 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы пополучить. Толкование. Доказав, что нужно снисходить к братьям, ведет к ним речь уже более строгую. Слова его имеют такой смысл. Не думайте, что для спасения вашего достаточно уже того, что вы уверовали и вступили на поприще церкви. Нет, этого мало. Подобно как и для бегущих на листалище мало просто бежать, но нужно еще бежать безукоризненно и при том до самой цели. А кто так бежал, тот только и получит награду. А вы в опасности не получите ее, потому что, зная более, чем другие, пренебрегаете братьями и вкушаете идола жертвенное. 1 Коринфянам 9 глава 25 стих. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Толкование. Вы, говорит, должны бежать так, чтобы получить, а этого не бывает без любви, которую вы не имеете. Хотя вы и почитаете себя совершенными, но несправедливо, ибо вы еще не достигли сего. Намекая же на то, что у них много было недостатков, ибо между ними водились чревоугодие, блуд и пьянство, говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Не от того ли другого, но от всего воздерживаются. Итак, признайтесь, что вы еще далеко не совершенны, и узнайте, что получение награды обусловливается воздержанием. Это уже обличение. Они воздерживаются для получения тленного венца. А мы не делаем этого и для венца нетленного. 1 Коринфянам 9 глава 26 стих. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Толкование. Что это значит, как на неверное? То, что я все делаю с целью, когда обрезываю, когда стригусь, и ничего не делаю без мысли, без цели, как вы. Ибо какая цель есть, идоложертвенная, когда другие погибают из-за этого? Решительно никакой. Посему, делая это без разумного основания, вы бежите на неверное, и без цели, и напрасно. Как превосходный учитель, апостол сам себя прямо выставляет пример. Я имею кого поражать, именно дьявола. А вы не поражаете его, но совершенство знаний употребляете на суету. 1 Коринфянам 9 глава, 27 стих. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Толкование. Здесь указывает на то, что они преданы чревоугодию, и извиняют оное под предлогом совершенства. А я, говорит, переношу всякий труд, чтобы жить целомудренно, ибо усмиряю. Глаза подбиваю. Значит, бьюсь телом. Этим словом называются синяки под глазами, которые бывают от побоев. Итак, апостол хочет показать, что борьба с природой – подвиг многотрудный, ибо тело, говорит, очень самовластно и сильно в противоборстве. Поскольку же сказал «усмиряю» и упомянул о синяках, то тотчас присовокупил и порабощаю. Дабы ты знал, что тело нужно не уничтожать, но как раба своевольного укращать и подчинять, что свойственно господину, а не врагу. Некоторые же думают, что это сказано в смысле более тесном, вместо изнуряя голодом. Но такое мнение несправедливо, ибо тогда должно было бы стоять другое слово. И через это возбуждает их больше трезвости. Ибо если мне, говорит, недостаточно для спасения пропобедовать и учить, но нужно еще представить самого себя, беспорочный во всем, как же вы можете спастись одной только верой, когда вы служите столь многим страстям? 1 Коринфянам 10 глава 1 стих Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Толкование Перечисляет, сколько даров удостойны были иудеи от Бога, и объявляет, что и после этих даров многие не угодили Богу. Говорит же это с целью доказать, что как иудеи не послужило в пользу получения обильных даров, тогда как сами они не выполнили своего долга, так и вам не принесет пользу то, что вы уверовали и удостоились духовных таинств, если вы не представите себя достойными благодати Божией. Все были под облаком, ибо Бог простер облако покровом над ними, и они прошли через море. Книга Исход 13 глава 21 стих и 14 глава 22 стих 1 Коринфянам 10 глава 2 стих И все крестились в Моисея в облаке и в море. Толкование То есть вместе с Моисеем были под сенью облака, и вместе перешли через море. Ибо когда увидели, что он первый переходит, тогда и сами смело пошли среди вод. Подобное сему и у вас, у нас. Первый умер и воскрес Христос, потом и мы уже крестились, подражая смерти его через погружение в воде и воскресение через восхождение из нее. Крестились в Моисея. Это значит, он предшествовал им в образе крещения, ибо нахождение под облаком и переход через море прообразовали собой крещение. 1 Коринфянам 10 глава 3-4 стихи И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Толкование Как мы по получению крещения вкушаем тело владыки, так израильтяне по переходе через море вкушали манну. Книга Исход 16 глава 4-15 стихи И как мы пьем кровь владыки, так они пили воду из твердого камня. Книга Исход 17 глава 6 стих Называет манну и воду духовные, потому что они, хотя были чувственные, но происходили не по закону природы, а по благости духа, и питались телом и души, и приводили к вере. Что касается пищи, то не требовалось никакого подтверждения, ибо необычайность ее сама собой очевидна. Но относительно питья нужно было подтверждение, потому что необычен был только способ изведения оного. Поэтому и говорит, не природа камня дала воду, иначе он истачал бы ее и прежде, но совершил все иной камень, именно Христос. Словом последующего выразил ту мысль, что Христос всюду был присущ им, и все чудеса совершал. 1 Коринфянам 10 глава 5 стих «Но не многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Толкование «Хотя Бог явил им много знаков в любви и удостоил их весьма многих благ, однако в большинстве их Он не нашел угодного себе, не благоволил, ибо отвергнуты были не все, но многие». Словом «не многих» выражает ту мысль, что множественность их нисколько не послужила им на пользу, когда они со своей стороны не явили дел любви к своему благодетелю. Словом «поражены» были указывать на внезапную погибель их и на казни, не спосланные от Бога. 1 Коринфянам 10 глава 6 стих «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы». Толкование «Как благодеяние, так и наказание иудеев были образами». Показывает, что грешники из христиан не только будут наказаны, но гораздо больше, чем иудеи, поскольку благодеяния сих были образами, а благотех – истина. И как в даровании преимущества на стороне христиан, так и в наказаниях. В словах «похотливы на злое» говорит вообще о всяком зле, ибо всякое зло от похоти. Апостол Иаков 1 глава 14-15 стихи. «Потом выставляет и некоторые виды зла. К чему же они были походливы? Они требовали чесноку, мяса, особых богов, как и сам апостол далее указывает на их идолослужение». 1 Коринфянам 10 глава 7 стих. «Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Толкование Сначала касается тех, которые ели в капищах, и показывает, что как израильтяне от чревоугодия не спали в идолослужении, ибо составив хоры около тельца, они играли пред ним. Так и вам, по чревоугодию, вкушающим идоложертвенное, угрожает опасность сделаться идолослужителями. Где же посему твое мнимое совершенство, когда ты близок к идолослужению? 1 Коринфянам 10 глава 8 стих. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Толкование. «Опять упомянул о блуде, чтобы через постоянное обличение сделать слово свое более действенным». Этот грех также рождается от чревоугодия. Когда же погибло 23 тысячи? Когда по совету Валаама жены Мадиамские явились при ополчении, завлекли к себе юношей, и через блуд склонили их к принесению жертвы в Алфи-гору. И погиб народ, находившийся в ополчении. Число 25 глава с 1 по 9 стихи. Комментарий Игнатия Лапкина. «Проповеди современных пастырей не имеют в себе соли, никого не трогают, поэтому никого и не врачуют, не воскрешают. Необходимо через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. 1 Коринфянам А почему? Славу друг от друга любите принимать, от единого Бога не ищите. Ну, явно беззаконие. Вот, гляжу, такой речистый пастырь, там, богословом его называют, он говорит и говорит, а народ заходит, выходит, он никого не видит. У него вот так вот как будто глаза вывернутые, куда-то вовнутрь себя, для себя говорит. Ну, наведи порядок, останови, он знает, что ему ничего не сделать. Тут красноречие не поможет. Это работа ежедневная, ежечасная. И вот стоит, говорит и говорит и говорит с такой скоростью, как говорится, не знаю, с чему он говорит-то, когда люди-то остаются те же. Заходят, выходят, покупают, и он это видит все, и он превыше. И обличить не может, потому что рядом настоятель стоит, его сбросят. Епископа не может обличить. Слово потерялось силу, соли нету, приснятина. Первая коринфянам, десятая глава, девятый стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Толкование намекает на то, что коринфяне, требуя знамений, искушают Христа. Первая коринфянам, десятая глава, десятый стих. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Толкование. То есть, это некая поражающая силы, числа 13 глава, 37 стих. Этим намекает им на то, что они среди испытаний не имели великодушия, но роптали и говорили, когда же придет счастье, когда же именуют бедствия. Первая коринфянам, коринфянам, десятая глава, девяностое стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Толкование. Устрашает их и в том случае, когда говорит, что это описано в наставлении нам, что и мы должны ожидать наказаний, и тем ужаснейших, чем больших дарований мы удостоились. И в том, когда представляют им кончину века и объявляют, что вас обнимут муки не временные, но бесконечные после кончины. Ну, почему Златовус не боялся? Люди пришли, а он им говорит, привезли сюда кучи навоза в том своим. Кони топчутся. Люди идут к Иоанну Крестителю, но уже пришли, уже крести его, нет, порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать? Какая сила вас подвигла от будущего гнева? Так плод-то сотворите. Нет таких слов. Просто нету. Протопопа вакуума на них не хватает. Такие толстые рожи, с такими пузенями вываливаются, не стыдятся ничего. Ужас один. Ибо суд этот уже у дверей, потому что оканчивается веки мира сего. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Толкование опять намекает на тех, которые много надмивались своим знанием. Хотя ты и думаешь, что стоишь, однако берегись, чтобы не упасть. Ибо сама твоя уверенность, что ты стоишь, показывает, что ты не стоишь. Тебе думается так, а на самом деле ты не стоишь. Но если и стоишь, то при гордости легко можешь упасть. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести толкование». Словами «кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, устрашил их». «Между тем, бывали такие, которые перенесли уже много искушений. Чтобы такие не сказали, зачем устрашаешь нас? Мы претерпели много искушений и не погрешили», говорит, «Вас постигло искушение только малое и умеренное, ибо малое повсюду называется человеческим». Потом опять устрашает, убеждая их взирать на Бога, который верен, то есть истинен и не солжет. Ибо Он обещал, «Придите труждающиеся, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Итак, Он не попустит вам быть искушаемыми сверх ваших сил, но устроит так, что вас постигнет искушение соразмерно с вашей силой. Даже и всякое искушение будет сверх вашей силы, если Он не поможет и не сотворит облегчение искушения. При искушении, то есть облегчение скорое и одновременное с приходом к вам искушения, так что при скором облегчении оно сделается для вас сносным. Ибо сказал, даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести, то есть искушение вам покажется легким и посильным. 1 Коринфянам 10 глава 14 стих Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужение толкование, так как сделал им достойный упрек, то теперь заглаживать его, называя их возлюбленными. Впрочем, Он воспрещает им есть идоложертвенные не потому только, что это вредно для братьей, но порицает это дело само по себе, называя Он идолослужением и требуя скорого от Него удаления, ибо говорит, убегайте. 1 Коринфянам 10 глава 15 стих Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Толкование Назвав дело их идолослужением, приписал им великое преступление. Теперь смягчает строгость своего слова и самих виновных поставляет судьями, что свойственно только тому, кто несомненно уверен в истине своих слов и говорит, я не нуждаюсь в других судьях, вы как умные сами судите. 1 Коринфянам 10 1 Коринфянам 10 глава 16 стих 1 Чаша 2 Чаша благословения, 2 Чаша благословения, благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, 3 Хлеб, который переломляем, не есть ли приобщение тела Христова, 3 Толкование 3 Благословение, то есть благодарение, 4 Ибо держа чашу в руках, мы благословляем и благодарим того, кто излил за нас кровь свою и удостоил незреченных благ, 5 Не сказал участие, но приобщение, дабы выразить нечто большее, именно теснейшее единение. Слова его имеют такое значение, находящееся в чаше есть то самое, что истекло из ребра Христова. Когда мы принимаем оно, то входим в общение, то есть единение со Христом. Не стыдно ли вам, Коринфянам, перебегать к чаше идольской от той самой чаши, которая избавила вас от идолов. Что не претерпел Господь на кресте, ибо кость его не сокрушилась, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 33-36 стихи, то претерпевает он ныне, будучи ломим за нас, ибо говорит, которые преломляем. Слова приобщения тела Христова значит, как то тело соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. Все. Терпевает Продолжение следует...